Хорошая новость. Оздоровительная гимнастика цигун, так широко распространённая в Китае, стала дисциплиной в Академии спорта Южного Федерального Университета. Исследователи этой активности считают, что регулярные занятия цигун противостоят старению и омолаживают организм. Сегодня побываем на мастер-классе цигун, увидим фрагменты комплекса укрепляющего здоровье и продлевающего жизнь от президента Ассоциации Дао-Инь России, мастера седьмого дуания мастерства доктора Владимира Бутримова. И обсудим с ним пять причин, почему стоит заниматься цигун. Уходим справа на ноги, на нижнюю руку. Подтягиваем правую руку, левую чуть поднимаем, то есть чуть-чуть поднимаемся. Приседаем аккуратно, я поворачиваю дуловище и дальше поднимаю руки вверх, открытие пуль, баланса луны, называется это движение. Опускаем у нее вниз. Шаг и развал. Вы являетесь руководителем подготовки и вы даете удостоверение инструктора оздоровительной практики цигун. Сколько нужно учиться, чтобы иметь право учить этому других? Здесь зависит от того, кто пришел на этот курс обучения. Он называется курс повышения квалификации, где в конце этого курса выдается удостоверение инструктора оздоровительного цигун. Если пришел человек, уже занимающийся цигун, то он может отзаниматься. Курс идет коротко достаточно, это всего полтора месяца, потому что это повышение квалификации, а не какая-то профпереподготовка. Он отзанимался и, в общем-то, он уже может применять свои знания, но этот документ дает ему возможности устраиваться на работу официально во всякие государственные учреждения. То есть это очень удобно. А вот для людей, которые первый раз пришли на такой курс, то есть у них нет никакой начальной подготовки, то, в принципе, даже за это время можно научить и дать какие-то базовые знания. Какова научная база этой древней китайской практики? Насколько я знаю, что в Пекинском университете спорта есть и магистратура, и аспирантура специально по обучению цигун. Вот в России подтверждается какие-то исследования, научная база, ценность этой практики? Ну, если брать именно то, как это развивалось в Китае, мы знаем, что по разным оценкам цигун существует от 4 до 6 тысяч лет в своей истории. Где-то с 50-х годов стали проводить исследования. Была первая научная конференция в 50-х, 60-х в Байдайхэ, это санаторий цигун, я там был. И вот тогда были приглашены учёные, которые уже исследовали цигун. И там было доказано, что это всё работает. У нас в разных университетах начали исследовать и действительно стали подтверждать вот те данные китайцев, которые тоже стали публиковать свои научные работы, где улучшались показатели крови, давления, там, сахарный диабет, падали цифры инсулина. Люди выходили из тяжёлых заболеваний, когда им уже ничего не помогало. То есть вот такие мини-чудеса, они действительно были, и они фиксировались. И вот постепенно во всём мире сейчас, в общем, цигун говорят как о полноценной методике с научным обоснованием. Здоровительная практика цигун. Ци-энергия, гун-работа. Древний даосский метод работы с телом посредством очень медленных, плавных, медитативных движений с сохранением спокойного, естественного дыхания. Цель гимнастики – физическое расслабление, глубокое психологическое умиротворение, снятие хронических психофизических блоков и достижение полного внутреннего и внешнего спокойствия. Мысль ведёт ци, ци ведёт кровь. Возраст более 4 тысяч лет. На данный момент существует более 2400 стилей цигун. Место рождения – Китай. Количество последователей в Китае. Около 300 миллионов китайцев занимаются цигун и тайцзы. В Пекинском университете физкультуры оздоровительная гимнастика Даоинь Яншенгун является специализированной дисциплиной, по которой в 1989 году были открыты магистратура и аспирантура. В 2005 году в Пекинском университете спорт создаётся кафедра Даоинь Яншенгун, которая занимается исследованиями оздоровительного эффекта цигун. Цитата. «Все вещи, прислоняясь спиной к тени, инь, обнимают свет, янь, и дыхание, ци, пустоты приводит их к гармонии». Лао Цзы, Дао Дэ Цзин, 42-й джан. Вы могли бы назвать 5-3 причины, почему нужно заниматься цигун? Ну, от 1 до 5 – это все причины здоровья, естественно, на первом месте. Но, конечно же, цигун – это не только физкультура, потому что человек может заниматься физкультурой и будет здоров, без вопросов. Но здесь очень большое внимание уделяется не только самому движению, но ещё дыханию. Ну и третья составляющая – это нервная система, то есть то, как человек именно мыслит. А когда мы занимаемся цигун, то мы невольно должны следить за движением, мы должны следить за дыханием, мы должны держать внимание на движении дыхания. И отсюда все посторонние мысли, которые бы могли в этот момент человека раздражать, они уходят, ну, во всяком случае, на какое-то время они уходят. И вот этот момент, он очень важен для полного такого восстановления здоровья человека. Я так понимаю, что всё-таки занятия цигун, регулярные занятия цигун помогают включить вот эту функцию саморегуляции организма, да? Да, да, абсолютно правильно вы говорите, потому что саморегуляцией организма ей занимаются все медицинские и научные круги, никто не знает, почему в какие-то моменты она включается мощно, в какие-то не включается. Особенно это показано на вот таких онкологических больных, где китайцы проводили исследования, и нам это сами рассказывали. Они брали там несколько ведущих онкологических институтов у себя и похожих, подобных на Западе, ну, там в Европе, в Америке и прочее. И так как мы знаем, есть некий процент спонтанного излечения от онкологических заболеваний, ну, не знаю, 3-5 процентов, но он есть. То есть человек болел-болел, чуть ли не четвёртая стадия, нам даже в институте таких показывали, истории болезни, не пациентов, истории болезни таких людей, у которых была четвёртая стадия онкологии. И они вдруг выздоровели, непонятно почему. То есть их отпустили домой к родственникам с тем, что ну ещё там полгода и всё. А они через год вернулись узнавать, а что дальше делать. Так вот, вот эта кнопка, где запускается механизм самоизлечения, саморегуляции, он неизвестен. И китайцы доказали, что в их онкологических центрах, где занимаются цигун очень серьёзно, постоянно, вот этот процент самоизлечения, он где-то на 5-8, может 4-6, ну примерно, скажем так, он выше, чем в подобных клиниках Запада при тех же самых онкологических процессах. И это, конечно, играет большую роль в плане понимания того, что цигун запускает вот этот механизм самовосстановления, самоизлечения. Но где эта кнопка, так никто и не знает. Вы знаете, меня очень удивили результаты исследований иркутских учёных, которые взяли контрольную группу для занятий цигун, людей ветеранов, госпиталя ветеранов войны. Там была группа от 75 до 88 лет. И они занимались не так долго, но вот эти показатели, показатели артериального давления, пульса, как у них потеплели руки, ноги. Причём даже это не по итогам всех исследований, но даже по итогам каждого занятия. Это удивительно. То есть цигуну все возрасты покорны. Это, конечно, впечатляет. Но там же идёт речь об энергетике, то есть вот эта жизненная сила. Скажите, вот в Китае насколько популярна эта практика и примерно есть количество, сколько занимается китайцев цигуну? Ну, цифра такая гуляет в информационном поле от 200 миллионов до 400 миллионов. Но там идёт речь о том, что это люди, которые занимаются цигун и тайдзи. То есть это тоже практика внутренних стилей и так далее. Но в парках я видел тысячи людей и парки с 4 утра до позднего вечера постоянно заполнены. Понятно, что люди приходят там, кто на работу, как они мне сами рассказывали, прибежали утречком, позанимались. Там мастера, кстати, преподают. Да, я вот могу добавить, тоже момент меня поразил. Это парк «Нефритовое озеро», моё любимое место в Пекине. Там есть место, где преподают мастера цигун бесплатно для онкологических больных. Вот сейчас больше года уже преподается курс цигун в рамках физкультуры для студентов Южного федерального университета. По вашим прогнозам, когда те, кто обучится профессионально в рамках Академии спорта, я думаю, что поскольку у них есть определённая базовая подготовка, как будет развиваться цигун у нас? Ну, здесь можно только мечтать, что эти ребята, которые будут выпускаться в Академии физкультуры и спорта Южного федерального университета, получив в течение нескольких лет хорошее базовое знание по таким известным практикам цигун, как я уже сказал, Бадуань, Уцинси, Игры пяти животных, Идзинзин, связки мышц и сухожилия. Это такие основные базовые древние комплексы. Вдруг у них появится желание преподавать эти комплексы, в том числе и для других людей, для людей, которые нуждаются в выздоровлении, в излечении и так далее. В феврале 2022 года со второго семестра я начала преподавать цигун в Южном федеральном университете для всех студентов. Ребятам очень нравятся занятия, приходят группы переполненные, порой приходят под 30-40 человек на занятия. И хорошие отзывы уже я слышу, слова благодарности очень приятны, но главное, что действительно это им помогает. В данный момент я тоже занимаюсь сейчас изысканиями в этой области. Скоро будет готова публикация, может быть, даже 2, потому что материал богатый, хороший. И планирую со студентами провести исследование с вовлечением студентов, которые приходят ко мне на занятия, то есть, как контрольная группа. А сами вы цигун как долго занимаетесь? Больше 10 лет, наверное, лет 12-13 уже, да. И какие результаты вы видите на показателях своего здоровья? У меня значительно, у меня были проблемы со здоровьем, как раз таки с опорно-двигательным аппаратом, больной позвоночник. Я избавилась от этого полностью, не вспоминаю вообще никаких негативных моментов. Древнейшая оздоровительная практика цигун предполагает вождение энергии по телу с помощью силы мысли путём плавных движений. Помогает даже тем, кто не верит в силу мысли и мощь энергетических потоков. Чтобы убедиться в этом, надо бы регулярно позаниматься год-полтора, желательно с мастером и сравнить состояние своего здоровья до и после. С поправкой на неизбежные возрастные изменения, конечно. Встретимся через неделю.